За три дня сделал 78 тысяч на миллион сто тысяч долларов. Если вы такие крутые трейдеры, то зачем же всякие вот эти обучающие курсы и так далее, почему нельзя просто сидеть на позициях, косить бабло? Хотите научиться, начните учить других. Гордость в том, что человек заработал 8%, 7,8% за три дня, и он мне написал, приеду туда, куда ты скажешь, просто чтобы меня увидеть, это показывает то, что действительно я делаю хорошие, правильные вещи. Сколько денег вы сейчас зарабатываете в день? О, это эксклюзив у нас на канале? Да, мы в эфире. Друзья, всем привет, вы на канале ProBlockchain, и сегодня у нас прямо важный выпуск, мы к нему готовились, мы жаждали, ждали. У нас Александр Герчик в гостях. Александр, привет, Слава, привет, рады вас приветствовать. Александр готов ответить на любые ваши вопросы касаемо фондовых рынков, и рынков, даже, возможно, о крипте немножечко мы поговорим. Даже если люди захотят увидеть реальную налоговую декларацию, у меня вон их куча, 15, за все года трейдинга, прям любого цвета, вообще не проблема. Итак, давайте, наверное, начнем, Александр, с самого первого и самого простого вопроса, такой банальный, когда будет Тузимун в крипте? Это всех очень интересует этот вопрос. Ой, я вот недавно... Это и самое главное, очень простой вопрос, типа, что... Да, вообще... 50 на 50 процентов, да, как у блондинки спрашивают? Да, большое количество крипто трейдеров, на самом деле, они мне напоминают фантастов. Я буквально недавно давал, где-то недели три назад уже интервью, там, одним ребятам, они там крипто и управляют, и все остальное, я сказал эту вещь, что на самом деле в крипте все, что может пойти, это только новость. На самом деле, вот, буквально недавно было выступление, выступал Греф и выступал Тинькофф, которые, в принципе, сказали, что до тех пор, пока не будет регуляции, ничего не будет. Я с ними абсолютно согласен. Дело в том, что, да, был такой взрыв, и многие люди заработали большие деньги, у меня студенты тоже торговали крипту, у меня есть студенты, которые реально 5-7 миллионов долларов, у меня есть парень один заработал 5,5 или 6 миллионов долларов на крипте. На крипте нужна новость, то есть дело в том, что практически все, там, альткоины, да, все, что связано с криптовалютой, они так называемые news-driven, то есть идут за новостями или event-driven, да, то есть по поводу каких-то инновационных мыслей или еще что-то. Да, бывают монетки, которые очень хорошо выстреливают. То есть у меня, мы просматриваем, у меня есть трейдер, который, мы просматриваем несколько тысяч альткоинов и выбираем, по сути дела, как бы у нас очень хорошие результаты, но это не те результаты, например, которые сильно можно, можно множить, потому что тут же приходят люди, говорят, давай мы тебе дадим деньги в управление и все остальное. И торговать очень маленькую сумму, ну, ее можно только для себя, да, а торговать большие суммы сейчас практически на крипте невозможно, потому что объемы очень маленькие. Я вот даже сегодня консультировал одну очень крупную американскую, ну, американский фонд, как раз они на крипте познакомились мы в мае месяце, когда я выступал на мани-шоу, они еще очень приятно были удивлены, учитывая, что я не сильно торговал крипту и как, насколько, в принципе, я хорошо понимаю рынок. Так вот, я считаю, что на крипте будет любая новость, которая будет более-менее связана с легализацией, там, биткоина и эфира. То есть до тех пор, пока именно не выйдет что-то, то, что покажет то, что эти инструменты могут быть легализованы, ничего не будет. Дело в том, что на сегодняшний день, как бы, биткоин, да, там, эфир, ну, биткоин в большей степени, это просто враг номер один для некоторых государств, да, для таких, как, там, Соединенные Штаты, для таких, как Китай, которые борются с теневой экономикой, да, которые не дают выводить деньги, там, в офшор. Это взаиморасчеты те, которые не может контролировать государство. То есть это проходит по-простому сквозь пальцы. И ни одно уважающее себя государство, оно, естественно, не позволит эти вещи, потому что все борются, там, та же Швейцария, там, и все остальные. Я хочу просто, чтобы люди, которые нас смотрят, они понимали, что американцы наклоняют всех, абсолютно. То есть им абсолютно безразлично, какая страна, они могут наклонить всех, они в свое время наклонили Кипр, они в свое время наклонили даже ту же Швейцарию, которая просто непоколебимая была в плане невыдачи информации, американцы наклоняют всех. Нравится мне это или не нравится, к сожалению, это факт. Поэтому до тех пор, пока, в принципе, Америка, ну, хотя бы, хотя бы что-то не сделает в виде какой-то легализации, подконтроль на себе, рынок будет полумертвым. Да, конечно, обязательно будут выстрелить, но все равно деньги, они есть внутри системы, и они мигрируют между собой, да. Но все равно все люди обращают внимание на то, что может быть. Потому что если будут перекрывать кислород, кислород, там, вот эти ICO и все остальное, будут перекрывать кислород всем. Поэтому надо, я думаю, ждать хорошие новости. К сожалению, я когда говорил по поводу фьючерс на биткоин, и меня очень многие не послушали, то есть все думали, что фьючерс на биткоин, когда выходил, там, в прошлом году, в декабре месяце, да, если мне память не изменяет, это декабрь месяц был 17-го года, все начали говорить, ну, все, все, теперь везде разрешат лифт. Это просто фьючерсный инструмент, не более того. Это не значит, что Америка его легализовала или еще что-то. Это просто один из инструментов, там, а-ля, там, фьючерсы на что-то, там, и не более того. Поэтому я считаю, что только какая-то очень сильная новость в плане легализации, именно в плане легализации. Сейчас посмотрите внимательно, выходит очень много интересных проектов, которые связаны, действительно, с очень классными технологиями, да. Банки переходят, там, тоже Chase с девятью другими банками, там, сейчас пишут проект, там, 4 миллиарда долларов, которые там завязаны на блокчейне. Но вы, как никто другой, знаете, что блокчейн и крипта – это две абсолютно разные вещи. Это трактор и танк. Оба на гусеничном ходу, только один предназначен для того, чтобы копать, а другой для того, чтобы стрелять и убивать. Поэтому я считаю, что до тех пор, пока не будет выходить какой-то вопрос о легализации, я думаю, что крипте придется не сладко. А какое примерно, ну, понятно, временные мы рамки никакие не знаем, и сказать никто не может, это продолжение вангования некое происходит. А что вот как раз-таки вопрос есть касаемо фондового рынка и мыслей по поводу того, что он сильно просел, и как будет отреагировать, и как будет связана криптовалюта на этих новостях? Я думаю, что я сейчас, я сейчас кое-что покажу, и люди поймут, да? Я покажу сейчас переписку с моим студентом, да? Из Телеграма. Я надеюсь, что люди увидят. Это наша переписка вот три часа назад. Смотри. Я надеюсь, что люди увидят. Сначала давайте текст, читайте. Прочитаю слух. Никисла зафиксировал за три дня, подержался за бумаги. На своей без плечей задействовал 1,1 лям. Девять инструментов, два ничего не делали, а три по 11-14% взял. Читайте внимательно. 78 тысяч долларов заработано. Это реальная наша переписка. Вот. Ого. Приятно. На 1,1 миллиона семьдесят. Да, это мой студент, при том, можете почитать, что я пишу. То есть, эта переписка была сегодня утром в шесть часов утра, когда никто не готовился к этому. Почитайте, что я пишу. У вас же не телевизионный канал, можно матом ругаться. Охуенно. Надо. Да, это наша переписка. И вот смотрите внимательно, что пишет мне студент. И самое главное, не смотри на фундаментал. Смотри туда, куда идет рынок, присоединяйся. Глубокий поклон. Приеду, когда скажешь, хочу это. Понятно. Понимаешь, чтобы люди понимали, это люди с большими счетами. То есть, это не нищеброд, который пытается сто долларов разогнать. Человек за три дня сделал семьдесят восемь тысяч на миллион сто тысяч долларов. Человек ко мне приезжает, тут ему помогут потратить эти... Ну, он знает, как тратить, это один из его счетов. Это человек, которому 44 года. Мой студент четыре года назад у меня учился, который, в принципе, живет очень хорошо. То есть, это человек, который влетает в бизнес-класс, человек, у которого паршел, у которого шикарная квартира за три миллиона долларов. Это реальный персонаж. Я просто людям показал, что для кого-то, знаешь, война родная, для кого-то бизнес. Все. Рынок, рынок дает, волатильность очень хорошая. Сейчас я покажу другое, просто, чтобы люди понимали, да? Спрашивают, а сколько был стартовый капитал? Миллион семьсот восемьдесят? Миллион сто тысяч. Миллион восемьсот, это с покупательной способностью, а сам капитал миллион сто. Сейчас. Я просто буду людям показывать реальные цифры, и прямо со своего рабочего стола сейчас. Так. Тут даже людей еще интересует вопрос, как отреагирует рынок криптовалют, если, допустим, фондовый рынок будет ушатываться еще ниже. Никак. Абсолютно. Деньги не будут, да, не будут перекладываться. Сейчас я вам просто покажу со своего рабочего стола. Это один из моих студентов. Эти ПНО 30-го числа, один процент за день. Это сто тысяч долларов в счет, сто тысячный долларов в счет. Это по тем вопросам, когда люди зададут вопрос, сколько можно на рынке зарабатывать. Вот это один день. Это следующий день. Один шестьдесят пять. Это сегодня, насколько я помню. Вчера, вернее, первого числа. Первого ноября. Вот ПНО первого одиннадцатого. Это интеракта брокерс. Все знают, это реальный. То есть это не демо счет. Люди, которые торгуют на интеракте брокерс, они знают. Да, это реальный счет. Один шестьдесят пять, вот позиции, сто тысяч долларов на счету. Один шестьдесят пять сделано. И вот это такой, в принципе, самый маленький день. Это был двадцатого сентября. А это мне студенты присылают. Здесь все можно проверить. Какие позиции, в какие дни куплены, какая цена инструмента и все остальное. Понимаешь? То есть вопрос один. Для кого-то, для кого-то это ужас, а для кого-то это матерь одна. Поэтому, когда люди, ну, не понимают, будем говорить так, о чем они говорят, это очень плохо. Вот, ты же говорю, студент, в период того, как рынок упал, он не заработал на шортах. Да? Он заработал на лугах. Он сделал семь и восемь процентов за три дня движения. Я вам показал переписку со своего личного телеграма. То есть это не, там, не, 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 не картиночка. Это реальная переписка. Да? И можно зарабатывать деньги. То есть не все там шортя. У нас, например, вот был в Турции семинар. И мы на семинаре купили фьючерсы по сахару. Да? Почему? Потому что они подошли, там, колл тайм лоу, был очень сильный уровень 2009 года. И сахар дал сорок процентов меньше, чем за полтора месяца. Мы даже не ожидали. То есть у меня студенты, никто не досидел. Мы ожидали, например, от сахара, там, ну, 10 до 15 процентов, потому что риск был единиц. А, там, один процент. А сахар дал сорок два или сорок три процента за меньше, чем полтора месяца. Поэтому в любой, в любой opportunity, ну, в любом случае можно зарабатывать деньги на рынке. Я потом покажу несколько монет, которые мне прислали для анализа американцы. Ну, и просто вам проанализирую потом в конце. Там вот у наших подписчиков немножко разрыв шаблона происходит. Вопрос хейтера про... Да. Как вводить столько денег, через кого торгуете, и как выводить столько денег. То есть через кого это происходит. Это Interactive Brokers, компания Interactive Brokers, я за нее все время рассказываю. Это компания номер один в мире, через которую там торгуются, наверное, даже 30-40 очень крупных хедж-фондов. Там и миллиардные хедж-фонды есть, там прямо можно даже посмотреть. Это компания, которая с 72-го года на рынке, у которой рейтинги А+, и самое главное, это одна из немногих брокерских фирм, которые торгуются на рынке, публичная компания, и символ у нее IBKR, то есть Interactive Brokers, это самый большой брокер, мои личные деньги и деньги моих клиентов тоже в этой компании. Скажу даже больше, в топ-менеджменте сидит очень много людей, которые когда-то у меня работали. Ну, там это все можно застраховать, так же в сети депозит. Конечно, счета застрахованы, конечно, обязательно. Счета застрахованы, деньги в американском брокере, в сети банке, все как положено. И вывод, вот любой цифрой одним нажатием кнопки, в прямом смысле слова. Просто кнопочку нажал, вывел, завел. Еще один из банальных вопросов теперь. Все-таки по биткоину, как вы думаете, дно, где оно, настоящее дно биткоина? Я думаю, что биткоин все-таки пробьет 6000. Здесь очень интересный фактор именно майнинга. После 6000 начнется фактор майнинга. Но я скажу больше, что газеты и журналы, они немножко врут. То есть у меня есть ребята, которые майнуют и майнуют серьезно. И у некоторых сейчас начинаются проблемы. Летят видеокарты. И уже получается, что математика становится совсем другой. Когда у тебя летят видеокарты, и ты не можешь ничего с этим сделать, да? И тебе нужно постоянно новое оборудование. Потому что ты же, когда видеокарты покупаешь, ты рассчитываешь на определенный там срок жизни и все остальное. Раз, видеокарта у тебя через три месяца полетела. Пока ее отремонтировать, либо пока ты заменил как бы на новую и все остальное, у тебя получается сразу очень сильно падает моржа. Поэтому цифра, например, типа, как говорят, там, 4,5 тысячи, там, вернее, 6 тысяч для мелких, 4,5 для крупных, а у китайцев там себестоимость 3,700, она очень сильно плавающая. Это, это, я думаю, что это цифры, которые вырваны из контекста. И это цифры, которые не отражают реальность. Поэтому я думаю, после 6000, когда майнеры уже будут участвовать в играх, в играх имеется в виду в торгах, да? Потому что на сегодняшний день у многих все равно крипта – это игры, а не торги. Это больше связано как с мячиком, с баскетбольным, который кидаешь в сеточку. Это игра, это не профессионал пока. То есть, когда человек еще не играет в NBA, его нельзя назвать профессионалом. Вот ты пришел в NBA, выступаешь там за Никс или за другую команду, или там за Майами Хитт или еще что-то, ты действительно профессионал. А так ты можешь сказать, я такой классный пацан, я кидаю там 100 трехочковых, и пропадаю, если тебя не взяли там в NBA, все, ты не профессионал. Так крипта на сегодняшний день, она не является признаком пока профессионализма, ее профессионалы там не все признают. Но вот когда действительно крипта уйдет ниже 6000, и вот тогда действительно майнеры увидят в реале, что стало с цифрами, вот тогда, я думаю, это будет видна реальная картинка того, что происходит на рынке криптовалют. Так, мы первый вопрос, кстати, реально проморгали, вот то, что я говорил еще при старте. Значит, вопрос, как может человек без лицензии брокера торговать на NASDAQ, за что SEC оштрафовали на 2,5 или на 2 миллиона, и закрыли фирму, в которой трудился 8 лет, Александр, под каким официальным именем сейчас работаете, торгуете в США? Первое. Отвечу на все вопросы. Компания, которой я управлял, которую, долю, которую я продал в 2010 году, за 2 года до штрафа, называется Hope Brothers, все абсолютно легально, никаких секретов. Второе. Человек может спокойно торговать свои собственные деньги, как и в России или в другом рынке, не являясь профессионалом. Что дает лицензия? Почему я получал лицензию? Первое. Лицензия дает возможность торговать на капитал фирм. То есть ты по американскому законодательству, если хочешь по-простому брать плечо, определенное плечо, и торговать так называемые proprietary trade, то тебе нужна лицензия. То есть, по сути дела, является ли незаконным в Америке управление чужим капиталом? Ответ – нет. Нужна ли тебе лицензия? Ответ – нет. Например, есть в Interactive Brokers такое подразделение, которое называется Advisor Account. Advisor Account – это ты имеешь право взять до 15 человек и до 25 миллионов долларов так называемые friends and family, то есть своих друзей, и спокойно управлять этими деньгами. В России этого делать нельзя, тебе нужна лицензия, а в Америке это можно делать. То есть, я когда получал лицензию, лицензия нужна была для того, чтобы я мог управлять капиталом фирмы. Если ты торгуешь на свои и хочешь управлять NASDAQ-ом, на NASDAQ-е или на NICE-е, тебе лицензия не нужна. Ты можешь получить, если ты торгуешь до 110 тысяч долларов, 4 к 1, внутри дня, 2 к 1 перенос позиций на ночь. Или есть твой еще так называемый Private Management Account, PM-аккаунт. От 110 тысяч долларов ты имеешь право получить по закону 6.6 к 1. И внутри дня, и при переносе позиций на ночь. То есть, для того, чтобы по-простому тебе торговать больше плечо, тебе нужна большая сумма денег. Что случилось с Whole Brothers? Фирма великолепная, два моих партнера, замечательная компания в бизнесе была с 91-го года. К сожалению, они связались с китайцами. И китайцы стали делать так называемый Layers Trading. Что такое Layers Trading? Они выставляли фейковые ордера. А по американскому законодательству есть вещи, которые делать нельзя. Это фронтраминг. То есть, что они делали? Например, они какие-то ордера до открытия выставляли, забирали и делали, били в беды. Почему? Потому что до открытия рынка очень часто на многих акциях отсутствует ликвидность. То есть, они занимают какую-то позицию и после этого начинают вот это делать. Что получилось? Когда с китайцами вообще постоянно везде проблем. То есть, самое большое количество фейковых акций и фейковых IPO, которые падают, это китайские. Потому что там невозможно проверить, там очень много, по-простому, как говорят американцы, bullshit, да? То есть, дерьма. И компания просто очень сильно пострадала, потому что для SSE, для SSE абсолютно безразлично, абсолютно безразлично. Ты, кто у тебя люди, какие работают. Если эти люди создают проблемы, то это проблема компании. В 2010 году я ушел официально с компанией, меня выкупили, у меня была доля с 2003 года. Я ушел в 2010 году. Во-первых, я пошел в другой проект, да? Потому что очень сильно стала падать моржа. Я такой человек, я одной жопы на два базара не работаю, тем более в Америке это запрещено законом. Что это значит? Это значит, что даже, когда я читал семинары, я должен был compliance officer своему подавать документы, что и как я делаю. То есть это законодательство, да? Под лицензией. У меня сейчас моя лицензия, я как был Александр Герчик, она и осталась. CRD. Это у каждого индивидуальный номер, его можно проверить. Единственное, что я сейчас работаю сугубо на себя, я не работаю в компании, поэтому я ни в одной компании не зарегистрирован. У меня все лицензии есть, я просто не зарегистрирован в компании и работаю только на себя. А вопрос еще такой. Он тоже всех интересует. Ничего страшного. Какую крипту вы ходлите? И ходлите ли вы что-то? И в какой количестве? Нет. Вообще никакой? У нас сейчас есть... Нет, я сейчас конкретно скажу, какие, если у нас есть какие-то позиции, да, потому что сейчас я поставлю прямо, позвоню человеку, даже на громкоговорящую связь, чтобы никто не задавал вопросов, и мы прямо услышим этот ответ. Потому что мое дело выбрать монетки, а дальше у меня сидит человек, который эксекьютор, потому что, ну, криптовалюта это для меня, ну, пока поиграться, как минимум. Так, друзья, и, кстати, лайки не забываем, все-таки... Да, лайки вообще, блядь, не забываем. Алло. Да, добрый вечер, Александр Михайлович. Привет, дорогой. Серега, скажи мне, пожалуйста, такую вещь. У нас есть какие-то позы сейчас? То есть сидим мы в чем-то, или у нас ничего нет? Ну, есть, конечно, несколько позиций открытых, да. Какие, скажи? Ну, так, на скидку я, например, этот CTRX счастью от одного доллара, там, сейчас где-то 0,8. Шикарно, 20% плюс, дальше? Ну, надо смотреть по хиппетиси, там, несколько в лонгах у нас. Ну, то есть, штук 5 позиций есть, я так сейчас сходу не около компьютера просто. Где-то 5 позиций у нас есть, да? Ну, скажи пару, какие есть, посмотри. Или можешь, как посмотришь, с компьютера перезвонить? Ну, да, я перезвоню, там, эта монета банка хорошо пошла, я ее тоже там лонговал снизу. То есть, некоторые дешевые монеты, снизу я беру, а дорогие сверху продаю. Ну, то есть, сугубо то, что мы делаем домашки и трейдинг, правильно? Ну, у меня вот каждый день, Александр Михайлович, на бумажку, физически на бумажке я записываю, и с них работают у меня стоплосты, их прожат. И, да, вот даже я сейчас около нее стою. Около монетки? Около монетки. У меня напечатано на конкурат, примерно, тут 38 позиции, ну, и на полях. Вот, и тут у меня по лайткоину, да, в ланге по лайткоину, первое на битриксе, я ее купил, вот, 4 цента, у меня сейчас уже 6 цент. Охуенно, 50%. Ну, вот, со стопом, при том, у меня было полцента. Охуенно. Ну, купил на 4, 100,3,5 цента. Вот, ну, вы поняли. Потом этот монета Кан на ОКЕКС, ОНТ, этот антология на Бинансе, ну, то есть, тут 5 монет точно. Дэш, Ронгарф на битфайнаксе от 154, он там сейчас потихоньку после ложного пробоя выстраивается. Вот, то есть, мы как бы в рынке. Так что сейчас наш биток отрастать чуть-чуть и вместе с ним монеты тоже двигаются. Спасибо, Серега, большое. Да, хорошего вечера. Спасибо, дорогой. Ну, вот, люди видели, то есть, я предварительно даже ничего не писал, зато услышали действительно, что какие даже монетки по какой цене куплены. То есть, мы делаем домашку. Понимаешь, что получается? На нас постоянно просят продавать. Мы не продаем. Мы не продаем ни домашку, мы не продаем ни заходы, мы не продаем ни сигналы. Это не мой кусок хлеба. Я знаю, что сейчас крипта очень популярна, да, и мы могли бы там продавать сигналы и все остальное. То есть, у нас действительно, у нас получилось за год, за год, меньше, чем за год, с риском, даже 10% не заложенным риском, 100% за год. Меньше даже. Я сейчас узнаю конкретно цифру. Я сейчас прям позвоню. Для классических рынков это точно веселая история, я думаю. Не-не, я сейчас конкретно позвоню, я не помню. Я сейчас конкретно скажу, да. А? 100% на фонде. Серег, скажи мне, пожалуйста, ну, если сумма небольшая, скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Мы когда начали торговать активно? Месяц какой? Год назад, примерно в декабре прошлого года, этот, как его, Дмитрий, мне там еще денег подзаводил, номерочки. Да, давай, давай, без цифр, ты просто на громкоговорящей связи, но не важно. А, извиняюсь. Ничего страшного. Да. Вопрос, вопрос в следующем. У нас получилось, что меньше, чем за год, меньше, чем за год. А там вообще без просадки, с риском там монетки 0,5%, у нас сколько где-то? 100 годовых, да? Да, примерно будет, я думаю, в декабре этого года будет 100% годовых, да. Какие у нас максимальный вообще вот риск на позицию один? Ну, максимум 1%. У меня диверсифицировано по биржам, то есть разные депозиты, и поэтому на одной бирже побольше денег, на другой поменьше, но в среднем так примерно 1%. На позу? Да, конечно, не больше. Спасибо, дорогой. Все, вопросов нет? То есть вот вы слышали ответы, все, от риска, этот человек мой трейдер, учился у меня, работает со мной, он, мы смотрим монетки вместе, просто он эксекьютер, да, то есть он занимается тем, что он покупает, продает, понимает сам, принимает сам решение, и все, мы честно с ним работаем 50 на 50. А еще вот вопрос есть, это прямо... Извини, извини, что я перебью на одну секунду. То есть если бы хотели, действительно можно было и 300 годовых сделать, да. У нас монетки были, которые, я даже показывал на вебинаре несколько раз, у нас монетки были, которые хуярили 15-20 концов. Просто мы очень жестко к money management и risk management относимся, поэтому даже когда там начались проблемы, монетки стали падать, нас не побило абсолютно, потому что мы торгуем монету, нам абсолютно безразлично фон рынка крипты. Вот в этом и проблема. Этому никто не может научить, кроме меня. Люди не понимают этих цифр, что нужно относиться, там, не имеет значения, это акция, или это какая-то там альткоин. А Серега, как раз мой трейдер, да, он как раз к ними относится, поэтому, я говорю, 100% годовых был, у нас даже, у нас заложена просадка 10%, у нас максимальная просадка была 2%. При такой волатильности, как ходят альткоин, у нас была просадка 2%. И вот он даже сказал, какие монетки есть, люди могут посмотреть. И нам абсолютно похер, что они делают, кто стоит за проектом, когда было ICO, мы торгуем только график, ничего более. Ну, всех вопрос волнует школьников, особенно, они прям разъяренно пишут с пеной у рта, я опять рубился там, в одном чатике с людьми. Вопрос следующего характера. Если вы такие крутые трейдеры, то зачем же всякие вот эти обучающие курсы и так далее, почему нельзя просто сидеть на позициях, косить бабло и вообще нафиг тогда вот эти вот курсы. Это самые любимые классические, наверное, вы этот вопрос часто слышите. Я отвечу на этот вопрос, никаких проблем нету, те люди, которые у нас трейдеры сегодня, они прекрасно знают. Первое. Я не стал преподавателем, потому что им хотел, или потому что я слился. Первое, то, что меня сделали, это мне в 2006 году, первый раз позвали в Россию мои студенты, которые у меня работают. То есть у меня был бесплатный проект, абсолютно бесплатный. Во-вторых, в отличие от всех остальных преподавателей, я могу преподавать, потому что я открыл дилинговый центр в Туле, я взял людей с улицы, я дал им свои деньги, и я научил их за свои собственные деньги, и торговал вместе с ними. В-третьих, я торгую на семинаре со своими студентами. Всегда. А сейчас у нас был выездной турецкий семинар, и с шести дней мы торговали три. Из 26 сделок, и все люди, кто был на семинаре, кто-то наверняка будет слышать, они все подтвердят. Из 26 сделок было сделано 20 сделок плюс на семинаре в реальном. Четыре сделки минус, и две безубыточные. По поводу обучения. Любой человек, который возьмет себе и попытается обучить другого, как у меня недавно студент один. Он взял 11 человек, открыл офис за свои собственные деньги, потому что я всегда говорю, хотите научиться, начните учить других. Я стал в миллион раз лучшим трейдером, в миллион раз, чем я был. И самое интересное, что мой первый опыт обучения приходится на 2001 год, когда обо мне вообще никто не слышал. Я работал в компании WorldCorp, трейдером. И в 2000 году я был номер один, 2001 я был номер один, 2002 год я был номер один в этой фирме. Ко мне подошел мой хозяин. Говорит, слушай, прочитай эту лекцию молодежи. Говорит, слушай, как они сказали, нахуй оно мне надо. Я же, зарабатываю по 20 тысяч долларов в день. Говорит, слушай, я тебе дам, заплачу 5 тысяч долларов за 45 минут. Прочитаю. Ну, думаю, ну, ёпта, что-то такое, 45 минут, остаюсь после работы. Значит, и людям понравилось, это был 2001 год. Первый семинар я провел в 2007, платный. Они мне говорят, о, Аллакс, блядь, очень круто, давай еще раз один. Я говорю, слушай, и они мне завалили вопросами. И потом, чтобы ответить на все эти вопросы, мне надо было начинать готовиться. И я понял, что это самая тяжелая работа. И я же говорю, в 2007 году меня пригласили мои же студенты, которые у меня учились в Москве. Бесплатно. Абсолютно, они учились бесплатно. И они сказали, вот есть люди, которые хотят научиться трейдить. Меня невозможно обвинить в том, что я даю какое-то огромное количество онлайн, я не даю онлайн, я даю оффлайн, и всего 4 раза в год только Москва. И скажу честно, что я стал охуенным трейдером, охуенным, когда стал преподавать, потому что я стал на многие вещи совсем по-другому обращать внимание. Но самое лучшее, если кто-то не верит, а и всегда сейчас будет, они все равно напишут, что это отмазались, чтобы там хуйню какую-то сказали, что абсолютно нормально, что абсолютно нормально. Но я вам показал переписку со своим студентом. Гордость то, что человек заработал 8%, 7 и 8% за 3 дня, и он мне написал, приеду туда, куда ты скажешь, просто чтобы меня увидеть. Это показывает то, что действительно я делаю хорошую, правильную вещь. Да, я изначально знаю, что большое количество людей не состоится, я об этом рассказываю изначально. Но не состоятся только те, кто работает без правил. Вот я вам показал человека, я его взял по-простому с улицы, он был обыкновенным программистом, он и есть программист, да, но это человек, который послушный, дисциплинированный, спокойно работает, и я доверил ему торговать свои деньги, мы делимся с ним 50 на 50, абсолютно официально. Если я буду вкладывать определенные деньги, то я буду вкладывать в первую очередь в тех людей, которых я сам научил. Коих много. Поэтому, отвечая на вопрос, если кто-то реально хочет сам научиться, попробуйте, попробуйте взять себе ученика, и вы сами увидите, что торговать гораздо легче. Но когда ты кому-то объясняешь, когда ты готовишь материал, да, ты реально становишься охуенным, потому что ты не можешь студентам сказать, а я не знаю. Александр Михайлович, а куда он пойдет? А я не знаю. Да, три раза из десяти ты можешь сказать, я не знаю. Если ты действительно не знаешь, куда пойдет инструмент, например, я по понедельникам делаю бесплатные обзоры, бесплатные обзоры, каждый понедельник, где люди могут посмотреть конкретно, куда дойдет инструмент, какие уровни у него, что есть, и все остальное. Но я десять из десяти не скажу, я не знаю. Я не буду знать два из десяти. Поэтому, если вы действительно хотите научиться, да, потому что, возьмите себе ученика. В интернете бытует огромное количество мнений, при том, самое интересное, что многие вещи, они из наших лет, а умные вещи, они когда люди были еще не испорчены, потому что я считаю сейчас, что общество очень испорчены, очень испорчены и очень плохое, и очень многих убил вот этот соцсети и все остальное, то, что я катастрофически терпеть не могу. Так вот, все почему придираются? Есть же поговорка в интернете, да, гуляет, никто не знает, кому она принадлежит, но кому-то она принадлежит. Кто не умеет, вернее, кто умеет, не учат, кто не умеет, учат других. Никто не знает, кому принадлежит, это поговорка, но есть поговорка, которая принадлежит Конфуции, который сказал феноменальную фразу, и она доказана, она есть в летописи. Я очень много научился у своих учителей, наибольше всего научился у своих учеников. Так вот, в 2006 году я открыл трейдинговый офис, набрал туда 100 человек, сам научил за свои деньги, сам платил стипендию, и в отличие от других преподавателей и псевдопреподавателей в интернете, я риски тянул на себе, риски помещения, риски стипендий, риски зарплат, риски торгов. Я все тянул на себе. Поэтому мне вряд ли кто-то может сказать, что я заработал деньги, я заработал все первые деньги свои только на трейдинге. То есть я, когда пришел в преподавание, я уже был плюс больше, чем 10 миллионов долларов. Не 3 тысячи, как сейчас очень многие трейдеры выходят, блядь, я на семинаре, я на семинаре, на семинаре, торгую 400 тысяч долларов в чем, то есть 100 тысяч с плечом, на семинаре. И не переживая, что мы там потеряем 500 долларов или заработаем 500 долларов, и у нас меньше 65% положительных сделок на семинаре ни разу не было. Мы на семинаре на турецком за 2 дня, за 2 дня заработали 5% в номинаре чистых денег на депозит. Есть горящий вопрос прямо. Мне уже несколько человек... Да, я сейчас его буду остужать. Да. Вопрос следующего характера. Сказали, что... Знаешь, почему у меня спрашивают, почему я такой умный? Знаешь, почему? Почему? Потому что я пью Гинка Белова. Все понятно. Но вопрос. Помимо того, что вы умный, вы зарабатывали еще раньше... Это шутка была. Извините, я перебью. В трейдинге не надо умным быть. В трейдинге только исполнители. И вот этот человек, которого вы только что слышали, он исполнитель. Он не умный, что очень хорошо. Умные люди, это творческие люди. Они убивают трейдинг в себе. Человек не должен быть творческим. Человек должен быть просто хорошим исполнителем. Монетка нарисовала уровень, монетка отрисовала сигнал, монетка поставила... отрисовала тебе точку захода, ты поставил тег и поставил стоп. Все пиздец. На этом твоя вся работа заканчивается. Касаемо теперь бабок. Ну мы на ютубе, вы уже, наверное, знаете. Ютуб это такое дело. Сколько денег вы сейчас зарабатываете в день или в месяц? Это прямо жаждущий вопрос. Все хотят знать. Потому что на ютубе все любят знать, кто сколько зарабатывает. Ну, у меня есть два источника. Особенно Юрий Дудь. Особенно Юрий Дудь. А кто это Юрий Дудь, я не знаю. Вот такой блогер есть там один. Это забейте. Нет, это нормальный чувак. Он крутой, да. Он крутой. А, все, все, я понял, понял. Да, все, я слышал. У меня есть два источника дохода. Первый источник дохода это мой персональный трейдинг. И второй источник дохода это управление капиталом. Зарабатываю я более чем достаточно для того, чтобы более чем комфортно жить. И ездить на машинах, ездить туда, куда я хочу. Потому что, знаешь, какая ситуация? Ну, в 2008 году, когда был кризисный год, да, я заработал миллион восемьсот тысяч. Эта бумажка, она в интернете есть. Это когда был всех кризисный год. Учитывая, что сейчас я торгую до двадцати сделок в год. Не более. То есть у меня сделки все среднесрочные. Ситуация такая. Если я сейчас скажу, я заработал пять миллионов, все скажут, хуйня, пиздит. Если я скажу, что я заработал сто тысяч, все скажут, пиздит мало. Короче, в любом случае это будет что так, что так, неправда. Да, ну, у меня есть, я могу людям просто показать как бы свою, вот у меня есть там налоговая декларация за 2008 год. Это в то время, когда все потеряли деньги. Это был очень хороший год. Не самый лучший, но очень хороший. Николай Сердюк написал, что в Москве в 2009 был на семинаре. Было круто. Вот, поэтому не все здесь пишут. Видишь, что с 2009 года человек 9 лет был. Да. Самое интересное, ко мне недавно приехал мой студент, самый первый с 2006 года, с 2000, сори, с 2007. В прошлом году только на СНП заработал два миллиона баксов. Торгует один инструмент. Макс. Два миллиона долларов заработал только на одном инструменте. То есть от того, что люди говорят, что есть люди, которые не выживают, есть человек дисциплинирован, есть люди, которые с 2007 года, вот он, не поверить. Я тогда, там мало рассказывал полурожные пробои, я тогда торговал в основном параболические закругления. Да, то есть очень сильный уровень с параболой. И у меня трейдеры, это с 2007 года, по сегодняшний день торгуют параболические закругления. Я говорю, где ты, блядь, их нашел? Он говорит, Александр Михайлович, все, что, блядь, работало. Почему? Потому что очень многие люди думают, что я учу уровни, я не учу людей уровни, я учу людей пониманию рынка, а уровень это просто хорошая точка входа с коротким стопом, не более того. Но если ты не понимаешь рынок, ты уровни можешь себе засунуть в задний проход, они ничем не помнят. А вот, кстати, есть еще вопрос. Про инструменты, там был вопрос, кстати. Сейчас мы просто подошли уже в контекст инструментов, вот как раз давайте продолжим, был вопрос, вот на него и ответим. То есть какие инструменты как раз вы используете, технический анализ, мышлание, как вы уже с графиками. Только уровни, больше ничего. Уровни и энергию. Все. Что значит энергия? То есть я смотрю, как инструмент набирал позу, там до реализации, то есть где он себя ведет. Эти все вещи можно, смотри, эти все вещи абсолютно доказуемы. Каждый понедельник я делаю бесплатный обзор на канале Герча Кинфо. Можно всегда зайти посмотреть, я показываю там уровень, это все в реальном времени, это все до открытия торгов или там во время торгов. Я показываю, где можно зайти, по какой цене можно зайти, что такое энергия, где она собиралась. Это все можно проверить. И люди могут проверить просто силу моего сигнала. Все. Я это даю в прямом эфире в реальном времени, а не постфакт. Я использую только, только свои собственные наработки и все. Я не прочитал ни одной книги про трейдер. Еще вопрос про доллара очень всех интересует. Что вы думаете? Крипта против доллара, кто же по итогу победит? Потому что на рынке криптовалют... Как можно вообще сравнить эти вещи? Во-первых, люди понимают одну вещь. На сегодняшний день ни одно цивилизованное государство, ни одно цивилизованное государство не поддерживает криптовалюту. Нет. А Беларусь? Да, я забыл. Я просто о цивилизации говорю. Есть, конечно, Мальта, есть еще некоторые государства, но ни одно цивилизованное государство не поддерживает криптовалюту. Нигерия какая-нибудь. Хотя, да, в Южной Африке они пытаются, им просто нужны инвестиции. Хотя в то же время 84% всего товарооборота в мире это доллары. Даже японцы, даже японцы продают своим дилерам машины в долларовом эквиваленте, а не иена пересчитанная. И это видно. Поэтому они не берут иену пересчитывают, смотрят, как поднялась или опустила валюта. Если Лексус там стоит 100 тысяч долларов, он стоит 100 тысяч долларов, а не иены, переведенные в долларовый эквивалент. Если посчитать, машины немецкие, которые продаются в евро в Германии, то они обходятся порядка на 15-20% дороже тем, что они стоят в Америке. На 15-20%. Хотя, потому что американские пошлины, там, навоз очень низкие, да, и плюс в Америке и по барабану, то, что евро поднялось. Даже когда евро стоил 1,48, 1,48 по отношению к доллару, там это топ был, да, то американские машины не поднимали цене на 10%, потому что евро поднялся вверх. Вот ответ на этот вопрос. Все понятно. Дальше идем. Следующий вопрос у нас есть интересный. Так, сейчас я тут камеры просто переключаю. Прикольно получилось там, видел, меня спросили вопрос. Слава, ты в Дубае, а потом сразу под ним Герчик инвестировал в пирамиды. И я ответил да. И теперь пускай думают, на что я ответил. Я в Дубае, или Герчик инвестировал в пирамиды. Подожди, а не, вопрос один. Если инвестировал в пирамиды, что они называют пирамидами? Ну, хайпы. Разные хайпы. Герчик не участвовал ни в МММ, Герчик не участвует в никаких непонятных проектов, Герчик не участвовал. Я в прошлом году со своим партнером, с Иваном, получил, наверное, 20 предложений, 20, быть в совете директоров ICO. Герчика никто не видел в совете директоров ICO. Ни в одном. Я не шел ни на один проект. Все. И сплю очень спокойно. Поэтому ни в пирамиды, там ни в какие ICO, где я был там в совете директоров и где я получал какие-то откаты или какие-то... Я не участвовал. Пускай кто-то покажет одно ICO, где был Герчик лицом ICO, фронт мэп. Он смешной комментарий там оставили бы. Показывали эту штуку. Что за бодяру пьет Герчик? Нормально от нее? Это прям хейтер хреном. Нет, ничего страшного. Это нормально я отвечу. Это же YouTube. Нет, так это нормально. Ну зачем? Может, этот человек потом нашим другом... Джин Шэнь Гинко-Билоба. Да, может, в следующий раз этот человек был нашим хейтером и станет любителем. Нет, кстати, очень умные вещи смотрит. Тайна Бермудского треугольника. Я очень-очень люблю вообще все научные факторы. Самое интересное покажу еще... Я вот пью вот такое вот. Это очень хорошо. А такое ругательное. Юггомгумэ. Это специальные такие капсулы, которые способствуют хорошему мозговому кровообращению. Да, так что если вдруг в нашем... Сейчас нам скажут, а по сетевуху подъехала. Я не продаю, там вот такие вот шарики такие очень классные. люди могут зайти и посмотреть. И когда у меня болит горло, я пью корень солодки. Ссылка будет в описании. Да, я когда пью, видишь, когда у меня болит горло, я пью корень экстракта солодки. Очень помогает. И очень классно. Мы подготовились нормально. Я просто покажу эту вещь. Мне очень приятно, если этот парень смотрит меня, Руслан Шевченко, и смотри, я вам просто покажу. Мне говорят, где Герчик делает домашние задания. У меня есть вот такие вот блокнотики от Ренеи. Где я делаю домашние задания. Вот так вот там отрывается. В отелях набираете такие, да? Да, да, да. Это в отеле не наберешь. Это еще когда Версачи было живое, мне подарили, я его берегу как Зенецок. И когда мои студенты видели, они мне подарили. Не студенты, а конкретный студент. Зовут его Руслан. И вот он мне подарил вот такую вот штучку. Специально сделал для меня по заказу. И она называется Шеф Влад Шеф. У него позывные Шеф и меня они называют Шеф. И вот такие вот штучки, вот отравные. Я всегда использую, когда делаю домашние задания. Вот у меня их очень много, видите? То есть люди могут посмотреть. Я все храню, все записи. Я всегда записываю. Вот у меня еще на столе, вот моя домашняя работа. Как раз. Да? Когда я делал, что сделал. А для супер вещей, вот еще тоже подарок точно такой. Вот здесь большие листы уже отравные. Пока не пользовался, пока храню большие. Видите? Вот Шеф. Как это все таскать с собой по миру? Нет. Ну это нормально. Я беру, вот это я беру с собой. Она не тяжелая, она очень классно сделана. Делали ее в России на заказ. Она великолепного качества. Здесь, кстати, вот, не вижу или видно, медвежонок и этот вот, да? Да, да. А бумага вот эта запасная или туда, или она под стандартные форматы? Нет, нет. Это под стандартные листы, да, вот прямо можно, она прямо открывается, откручивается, вставляешь стандартные листы и все. Единственное, что у Джани Версачи больше не могу найти такого. Перестали выпускать в девяносто шестом году. И я так храню, у меня еще, просто чтобы люди видели, у меня немножко совсем осталось, вот совсем немножко. Листика вот эти. Вот это все исписано. Я пытался даже на заказ, то есть я думаю, скорее всего, что на заказ мне сделают, да, я думаю, когда это будет готово, я закончу и на заказ сделаю такие вещи. Давайте, кстати, если мы уже там о Джани Версачи, давайте теперь кризису немножко. Тут я хочу… Да, я, кстати, у меня есть сторона моей жизни секретная, будем говорить так, я проработал 4 месяца в магазине Джани Версачи. О, это эксклюзив у нас на канале? Ну я никому это не говорил. Это была промежуточная работа перед такси. А вы это, это был магазин на, ну, Джани Версачи, это были одежда или аксессуары? Да, только одежда. Только одежда. Только одежда, да. Ну это, это, это было не, это даже не был не магазин, это была закрытая шоу-рум. Я лично, я лично его видел, я лично видел Мадонну, я лично видел Род Стюарта. Я считаю, что они покупали там одежду, то есть большое количество звезд и нынешних звезд, наших звезд и звезд зарубежных, очень большое количество. У меня даже некоторые вещи, которые мне дарили, да, остались, я их просто как память берегу. Даже самое интересное, что некоторые вещи я даже не могу уже как бы одеть на себя, ввиду того, что я приехал в Америку, там я был в районе там 68-70 кг, там, да, а сейчас 88-90. Поэтому некоторые вещи, особенно там ремни, они только на шее сходятся, внизу не сходятся. Вопрос по обучению, Сергей Чмелев, вечер добрый. Сообщите, пожалуйста, график обучения на ближайшие полгода не для новичков. Не для новичков, либо зайти на gerchik.ru, либо Москва, трехдневный воркшоп у нас только для профессионалов, на котором мы торгуем. Я не помню дату, то ли 21-23-го, то ли 22-24-го. У нас два раза в году трехдневный воркшоп, где приезжают люди, кто профессионально торгует. Кстати, очень приятно было, в этом году приехал мой студент, который там плюс 750 тысяч долларов за этот год заработал уже. И на воркшопе совсем другого типа люди приезжают, это те люди, которые уже торгуют. Ну, в gerchik.ru можно обратиться, там всю информацию скажут. Давайте теперь про кризис. Это вопрос интересный, он на самом деле волнует людей. Тогда сказать не могу. Скажу даже больше. Я, наверное, был единственный, кто предсказал кризис за восемь месяцев до его начала. Эта информация есть на РБК. Я выступал на РБК, это был 2006-го года. Я сказал, что там в течение года будет кризис, но там было видно. Сейчас пока не видно кризиса. То есть, у нас не предкризисное состояние. Я говорю за Америку, естественно, потом за весь мир. Может, какая-то там страна в отдельности там и будет в каком-то кризисном состоянии. Даже вот сейчас последний раз мы на семинаре были, все устраивались там по турецкой лире. У нас был выездной семинар в Турцию и там по турецкой лире там лира была чуть ли не 6,5. Я сразу сказал, ребята, даже не переживайте, лира отскочит. И вот буквально за два месяца лира отскочила на 20%. То есть, там на один, на одну лиру против американского доллара она укрепилась. Поэтому не надо там ничего думать, есть графики, которые нужно торговать. Не надо, я вам показал Рому письмо, не надо думать фундаментально, нужно думать глазами. Кризис пока я не вижу. Так, значит, еще вопрос прям подъехал, мне пишут в Телеграм уже наши подписчики. Александр, подскажите, существует ли кукловод на российском рынке, в частности на московской бирже? Кем является кукловод и каким образом в целом он манипулирует рынком? Давайте скажу так, первое. Для того, чтобы люди проснулись, объясню эту вещь. Я много времени провел на Нью-Йоркской фондовой бирже персонально, когда разрешали туда доступ. Три года я ходил туда, с 98 по 2001, когда близнецы взорвали близнецов в 2001 году, доступ на Нью-Йоркскую фондовую биржу был закрыт. То есть, для всех, только для тех, кто работал. Так как фирма, в которой я работал, принадлежала губернатору Нью-Йоркской фондовой биржи X, мы могли туда иметь доступ. Давайте скажу так, кто есть кукловод? Кукловод – это крупный игрок, который действует в интересах своих или в интересах крупного клиента. Задача кукловода предельно проста – собрать позицию. Если кукловод собирает позицию, я не люблю слово «это кукловод», я просто говорю «крупный игрок». Когда крупный игрок собирает большую позицию, а это видно, он отпускает инструмент. До каких пор он будет кукловодить? До тех пор, пока он не соберет позу. То есть, все вот эти вот распилы уровней, да, когда он все стопы собирает, сводятся просто к тому, что ему нужна позиция. Поэтому очень многие люди не могут научиться, потому что все гуру-преподаватели, которые у нас есть в тренинге, они учат так называемым паттерном. А паттерны без понимания рынка, без понимания, где собирается энергия, можно в попу засунуть. Паттерн сам, там, паттерн ложного пробоя или еще что-то, он ничего не дает без понимания рынка. То есть, кукловод или, там, я его называю, там, просто крупный игрок или маркетмейкер, что маркетмейкеры делают и для себя позиции. Так, Слава, не спи, мы сейчас все будем спать вместе с тобой. Ты зеваешь? Я же тоже сейчас зевать буду. Так вот, маркетмейкер или, там, крупный игрок, да, его задача собрать позу. Например, очень многие фонды, очень многие фонды работают через маркетмейкеров, набирая позицию, там, не своими трейдерами, а через кого-то. Да? То есть, они дают задание, дают какую-то среднюю цену. Поэтому, существует ли кукловод, как таковой, который просто управляет ценой, это просто крупный игрок, которому нужно набрать позу, который хочет заработать, но он просто больше и у него больше шансов заработать. Но, как таковое, тот человек, который просто там распиливает рынок, смысла никакого нет. А значит… Прошу прощения, а то я тут с тремя детьми в этом с шести утра… Это как шутка бывает. Вырубает… Ну, я тебя понимаю, потому что я в шесть утра уже на проверке. Ну… Бегать надо, Вячеслав. В случае разницы во времени не в час, оно все-таки решает. Поехали дальше. Есть еще вопросик у нас один. У нас хейтер завелся и, с вашего позволения, будем хейтерские вопросы задавать, потому что это прямо… Они любят, когда отвечают на вопрос. Да ничего страшного. И для меня нет неудобных вопросов. Я на любой вопрос… Это знаешь, если мне нравится сказка «Маленький принц» у меня куклы маленького принца, это же не значит, что я голубой или я впал в детство. У меня есть вещи, которые я люблю. Все. Я клоунов, например, собираю. Вот просто покажу. У меня огромное количество клоунов, это только часть. У меня огромное количество клоунов, потому что очень многие дети, они боятся клоунов, а я с детства очень любил цирк, поэтому я собираю клоунов. Итак, вопрос. Очень важный вопрос. Я думаю, что не надо хейтера, давай его будем называть дислайк и все. Да, дислайк. Я объясню тебе, почему я вообще это слово ненавидеть, не люблю, хейт, да. Я даже своего сына, вот ему сейчас 18 с половиной лет, он уже это слово не употребляет. Это ненавидеть кого-то, это очень, очень такое… Ну, плохое слово, это надо что-то очень сильное сделать. Ну, дислайк не нравится, но я же… Я, блядь, знаешь, как правильно говорят, есть хорошая поговорка в интернете, я же не думал, что всем нравится. Это правда. Поехали к дислайку теперь, к нашему. Да. Ну, что? Очень важно, почему в феврале, в марте он всем говорил, что держали монету типа ходл и не рыпались, а после, как рынок пошел в них, он сразу переобулся и начал делать ролики про стопы. Это он о ком говорит? О вас. Я думаю, что он покурил что-то, это сто процентов, да. Это сто процентов. Во-первых, все мои трейдеры знают, что у меня ни одной сделки без стопов не бывает. Во-вторых, то, о чем он сказал, я вообще первый раз слышу. То есть, он реально или нюхает что-то, или курит, или его что-то ударило по башке. Это, вот это не хейтер, а я даже не знаю, как назвать этого человека. Я не знаю, что он там курнул, да. Я вообще ни одной монеты никогда в жизни не рекомендовал. Все, что я мог показать, я мог показать график, да, и показать, например, сделку. Но говорить кому-то, какую-то монету удерживать. Я думаю, что там человек реально что-то или пьяный, или покурил, или нюхнул. Сто процентов. И что-то такое тяжеловатое. Кстати, касается вопрос дизлайков. Мы просто, наблюдал я сам картину. Мы же, у нас тоже есть много людей, которые нас не любят, или мы не нравимся. Мы же недолго. Да. А я не понимаю только одно. Я всегда задаю один вопрос. Вот, например, у меня есть нелюбимые артисты, да. Я могу сказать. Я, например, не люблю клони, да. Я не люблю Де Каприо. Два фильма с Де Каприо, которые я люблю. Ты поймай меня, если можешь. И, естественно, Волк с Волстом. Это два фильма, которые смотрят. Хотя Де Каприо в жизни совсем другой человек. Как бы я даже два раза видел его. Я не люблю клони. Если в фильме будут клони, я его даже смотреть не буду. Просто не буду смотреть. И как и есть там советские артисты, да. Ну, о людях, которые в главных ролях, да. Я не люблю, например, там каких-то слащавых каких-то артистов. Я не смотрю это кино. Я не понимаю одну вещь. Зачем человеку нужно тратить драгоценные, там, не дай Бог, часы своей жизни для того, чтобы смотреть на нас. А пускай пойдет, блядь, посмотрит там на красивого мальчика или на красивую девочку. Я думаю, что от этого будет больше кайфа, чем смотреть на нас, на тех людей, которые, блядь, ему не нравятся. И выдавать нам, что там он хейтер. Я не понимаю, зачем? Зачем мне смотреть вебинары какого-то бизнес-тренера, бизнес-коуча, если я не верю в них? Просто, чтобы мне написать, ты гандон, ты обманываешь людей. Или зачем мне смотреть вебинары какого-то трейдера, который, я знаю, что изначально просто врет и писать ему вот эти вот вещи, там, ты мудак, ты у людей учишь неправильных вещам. Зачем мне тратить мое персональное время, которое я ценю и дорожу, да, на это? Я не понимаю. И никогда, наверное, не пойму. А, кстати, вопрос хороший есть. Это уже от меня. Вот мы в начале разговора за кулисами, скажем так, говорили про трейдеров, про фонды и про людей, которые... Сейчас пошла тенденция, и мы видим это на ютубе, что многие берут деньги в управление и раньше успешно брали в криптовалюте. И вот вы говорили, как вы относитесь и как вообще вот именно к деньгам в управлении? Ну, человек для того, чтобы брать деньги в управление, он же должен показать, что он умеет делать. Или хотя бы, как минимум, имеет предварительный опыт. А если ты торгуешь 20 тысяч долларов или торгуешь 20 миллионов, это две очень большие разницы, как в Одессе говорят. Я не взял бы 200 миллионов долларов, я никогда не тянул, я не знаю, что это такое. У меня есть там порог, который я торговал. И я всегда об этом говорю, что у меня есть цифра, которую я просто не могу перейти в определенных параметрах. То есть, блять, не рассказываю на телевидении, что я, блять, торгую полмиллиарда, там, миллиард и все остальное. Я, например, брал интервью у Петра Комбольна, который управлял 721 миллион долларов копейка в копейку. Я восхищался этим человеком. Дядя мой управлял фондом в 4 миллиарда долларов. Я восхищаюсь такими людьми. Буду ли я когда-то ныть вместе? Вполне возможно, что никогда. Хотел бы я быть? Однозначно, да. Это очень круто торговать миллиардом. Даже просто когда-то сказать, что, блять, один раз, как в том анекдоте, знаешь, ты смог два часа, а кому-то сказать, я торговал миллиардом. Это ж пиздец. Это ж красота. Я никогда так не скажу. Я скажу, что у меня есть мой порог. Брать деньги в управление нужно, если у тебя либо есть результат, либо действительно есть стратегия, которая показала хороший результат. Все. А того, что ты там свои двадцать тысяч гоняешь и там зарабатываешь, да. Я показал вам цифры, да. У меня есть трейдер, который вот делал там один процент в день. Мы же не можем сказать, что он будет вместе сделать двадцать процентов, а в год двести пятьдесят. Дай Бог, он закончит год сорок процентов. У него будут и убыточные дни и все остальное. Но я ему никогда не скажу, слушай, иди возьми, блять, десять миллионов и торгуй. Может, он усрется, когда будет десять миллионов, так говорить. Поэтому я отношусь только, если ты действительно умеешь это делать, тогда пожалуйста. Например, потом, да, ты меня спрашивал вначале, сказал, у меня в свое время будет свой робот, да. Но я сразу сказал, мои деньги будут лежать вместе с ним. У робота. У моего. Что если меня люди спросят, Александр Михайлович, а у вас есть собственные деньги вот в этом портфеле? Я отвечу, да, есть. Если я, блять, открою там счет на тысячу долларов, а клиентских денег приведу пять миллионов, и если не дай Бог что-то случится, я там слил людям деньги, а мои тысячу долларов я потерял, ну ничего страшного. Нет, там будет сумма абсолютно адекватная, пропорциональная деньгам клиентов. Это, это, как бы, честный вопрос. Ну, потому что, я наблюдаю, люди сейчас берут там в управление, а потом много вопросов, и это даже делают блогеры, вот что самое интересное. Блогеры очень, сейчас вообще страшное время наступило. Ютуб, он не как биткоин, он доступен каждому. Каждый может включить камеру, начать вещать, а если он еще как-то хоть чуть-чуть подкован там, языком умеет милить хорошо, как нам говорят, вы водолеи, вы балаболы и так далее, то сейчас появляются трейдеры как раз таки, которые дают рекомендации, советы по инвестициям. Мы своего рода тоже, наверное, даем рекомендации по тем монетам, какие купить или нет, но мы везде как бы стараемся говорить дисклеймер, что тут если покупать, то чуть-чуть, или там на свой страх и риск, и это мы делаем на свое усмотрение, можете повторять, не повторять, а вот трейдеры именно берут бабки и начинают распоряжаться бабками людей. Вот это вот на самом деле страшно, и как вот вы относитесь к этой тенденции развития вот такого вот Ютуба, вот такой вот медиа, насколько вообще это сильно и насколько это может плохо сказано? Я скажу тебе одну фразу. Адекватные люди не отдадут просто так, во-первых, тут надо с поправкой, да? У меня есть, у меня есть мой любимый художник, это Сальвадор Дали. У Сальвадора Дали есть очень хорошая картина, которая называется «Великий мастербатор». Вот приблизительно это ответ на этот вопрос. Все понятно. Коротко и красиво. Да. Любые, у меня вот семинар, да? Семинар, он не называется «Научись торговать за три дня». Я когда иногда открываю там фейсбук рекламу, где написано уже после первой недели, образно, вы должны не понимать, что вы делаете. Так вот, что я не понимал. Я после своего семинара, людям не разрешаю месяц торговать вообще. Месяц. Месяц уходит только на подготовку алгоритмов. Когда я вижу вот эти вещи, да? Меня в этом возбуждает… К концу семинара, к концу семинара. Да, меня возбуждает от этого слова. Вот реально. Уже на третьем занятии вы поймете, как устроен рынок. Если ты через восемь дней просто, блядь, не сошел с ума, уже хорошо. Слава Богу. Это, к сожалению, ребята, действительно такая есть история. Надо относиться очень внимательно, потому что всякие такие вещи. Я хочу небольшой анонсик сделать. Это не в качестве рекламы вообще отнюдь. Это просто о ближайших мероприятиях, живых семинарах, которые будут происходить. У нас есть под этим видео три ссылочки. Тем более там спрашивали, когда расписание. Да, да. Человек запутался. На февраль. С 13 по 21 февраля в московский семинар живут. А в Берлине? Там кто-то в Берлине ждет вас. Мы туда попадем как-нибудь, интересно. На февраль. Да. В Берлине вот я отменил московский. Я отменил московский. Один из московских. И вот полечу в Берлин. Потому что я… Почему лечу в Берлин? Да. Мне очень повезло. Я в Берлине лечу ногу. Ну, мне позвонили и сказали. Ну, вы, блядь, все равно ногу лечите. Чего вам семинар не провести? Серьезно. Ну, я говорю, ребята, там у меня есть эндоколичество семинаров, которые я провожу. Я поэтому отменил Москву. У нас всегда декабрь – это Москва. Всегда. Я отменил декабрьский, отменил январьский семинар. И сделаю ноябрь – Берлин. А следующий будет только там, получается, через три месяца в феврале. То есть, мне делали операцию 15 июня на ногу. Все очень хорошо сделали. И мне надо по-простому там определенная профилактика трехдневная. И мне сказали уже, слушай, ты все равно летишь. Ты через три дня все равно не полетишь домой. Потому что надо хотя бы там недельку-другую побыть там пока джет-лэг, пока ты все попробуешь и все. И я сказал, ну хорошо, давайте. И отменил московский семинар и сделаем берлинский. Он будет четвертого числа. С четвертого по одиннадцатый. По десятое. Четвертое, пятое, шестое, седьмое, 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 нет? Да. По десятое числа. С четвертого по десятое будет берлинский семинар. И кстати… Самое интересное, ты знаешь, я вообще был так поражен. Немцы, они вообще такие как бы странный народ. Мне сегодня пишут Александр Михайлович, там большое количество русскоязычных там живет во Франкфурте, а вы там делаете семинар в Берлине. Ну во-первых, у меня как бы процедура все в Берлине. Я говорю, ребят, я когда в Москве, у меня люди с Японии приезжают. Реально, у меня есть студенты два из Японии. В этом году вообще просто прецедент, которого никогда не было. Ко мне во Москву, вернее не в Москву, а в Турцию на семинар, прилетели два мальчика из Америки. Один из Майами, а другой из Лос-Анджелеса. В прецедент люди из Америки полетели ко мне на семинар, для того, чтобы у меня отучиться. Из Калифорнии парень приезжал в Москву. Я говорю, ребята, вы че? У меня люди с Японии приезжают. Они говорят, ну понимаете, франкфурт от Берлина это очень далеко. Очень прямо далеко не добраться. Валок я, блять, по карте. Точно. Слав, вопрос какой-то у тебя был. Хейтер какой-то там у нас. Да не-не, там вопрос был, как-то по делу, опять там про анализ. Как бы людям все интересно. То есть он говорит, все-таки фундаментал или технический анализ? Только технику. Я торгую только, я торгую только по технике. Фундаментал только смотрю, когда строю большую позицию, чтобы там у акции ничего неожиданного не было. Если ничего неожиданного не было, только, только технический анализ. Больше ничего. А еще вопрос был, как вы набираете позицию? Почти всегда сразу по одной цене. Я не усредняюсь никогда ни в свою сторону, ни против себя. Обычно практически в 95% случаев 100% позиция набирается сразу. А что Герчик думает по поводу Brexit? Абсолютно ничего. У меня нет мысли по этому поводу. Мне кажется, что там просто политика, большие яйки меряются писками и это называется Brexit. Если одним словом называть, что это такое. Больше ничего. Будет ли Brexit? Вполне возможно, что да. В начале там были очень жесткие санкции по отношению к Англии. Я их тоже понимаю. Понимаете? Что такое, блядь, Евросоюз? Это 5 мастодонтов, блядь, тащат 28 инвалидов. Ну, 28 стран, по-моему, насколько я помню, сколько стран в Евросоюзе. Сейчас я точно скажу. А сейчас скажут, да? Герчик не знает, сколько стран в Евросоюзе. Александр Михайлович прав, 28 стран. Видишь, как приятно. Австрия, Бильгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Ирландия, Латвия, Литвения, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Словакия, Словения, Швеция и Юнайтикин. Они сейчас еще скажут про ассоциацию какую-нибудь забыли. Там еще Украину, там Турция хочет. Нет, хотеть можно сколько угодно. Болгары были последние, кого пустили. Они очень долго туда тянулись. Поэтому Brexit, в принципе, я как бы англичан понимаю. Плюс там это, блядь, Трамп недавно заявил. Ёб твою мать, Америка платит 4% ВВП на вооружение. А вы, там, в Европе платите, там, 1,7. А ну давайте, блядь, типа потратим больше денег. Ну, пиндец вообще полнейший. 4% от ВВП, 4% от ВВП Америка тратит на вооружение. 4% от ВВП. Пиздец. Астрономическая цифра. Вот про доллар как раз и вопрос у меня был из этого, из Телеграма. Там вот все про заговоры, про вот типа якобы кризис какой-то там он будет уже там или в 19-м, или в 20-м году. Я уже слышу, это три года. Да, и начнется вот эта вся история типа с валютами, с международными. То какая валюта станет, ну, как бы основной во время кризиса? Доллар все-таки или что? Или золото, или куда? Или нефть больше? Последние падения на золото показали, что золото абсолютно не защитный материал. А на предыдущий, на первый вопрос отвечу не знаю. Пока что американцы там главенствуют, да, в плане экономики, да. И юань очень сильно пытался, очень сильно пытался, но не смог. Ну, тем более вы уже говорили, 84% оборота в долларе у нас. Я не помню то ли 84, то ли 81, но эту цифру я могу не помнить. Сейчас я расскажу. Сейчас. И параллельно тут начали накидывать про бакт, это про нью-йоркскую биржу, про бакт, это типа, короче, фиделити и так далее. То есть все типа крупники, которые что-то думают вокруг типа крипты. Есть ли у вас там какая-то информация людей? Все-таки ProBlockchain называется канал. Еще раз вопрос? Значит, все, что делают крупные компании, типа там Coinbase, Нью-Йоркская биржа, другие, Чикагская биржа, которые пытаются создавать какие-то инструменты для так или иначе торговли криптовалюты. И вот эта биржа МБАККТ, это, я так понимаю, от Нью-Йоркской фондовой биржи. Я думаю, что они больше, я понял, да, это естественно, они больше просто, вот Goldman Sachs же купил этот Poloniex, да, они больше это делают, для них это не деньги, и они больше делают, что если вдруг что-то все нормально будет, чтобы они были готовы. Для них это не деньги. То есть там для них ничего такого сложного, там вот этот агрегатор ликвидности собрать и назвать это биржей. Что такое биржа? Биржа – это агрегатор ликвидности, не более того. Самый простой, да. Люди вот сидят, красивые слова говорят – биржа, биржа. Это агрегатор ликвидности. Ты захотел продать, я захотел купить. И таких людей собрали в одном месте, агрегировали нас и назвали биржей. Все. Будет ли это прям… Человек ищет оправдание тому, чтобы оправдать криптовалюту. Потому что кто-то там Goldman Sachs полез. Они хотят участвовать по одной простой причине. Потому что это как Uber, да. Бля, ты что на Uber не ехал? Ну как ты так на Uber не ехал? И то же самое приблизительно с криптовалютой. Ты что там в Goldman Sachs? Мы что, крипту не торговали? Да что же это? Отстой. Естественно, все хотят, что если вдруг что-то получится с криптовалютой, все сказали – блядь, мы же у самых истоков стоим, вот мы там самые первые. Это как Тесла, да. Теслу же по-простому все люди вкладывали и говорят – ты что, ты в Илон Маска не инвестировал? Это в Илон Маска. Все первые деньги шли именно в Илон Маска. Вот все – Илон Маск, да. А чем Илон Маск известен кроме Тесла? Кто знает? – Спейсикс успешно ушел из PayPal. – Нет, нет, нет. Это второй проект был. Чем Илон Маск известен в мире? – PayPal. – PayPal. Он пришел в бизнес уже очень обеспеченным человеком. У него уже все хорошо. Просто это человек, который берет проекты и доделывает их до конца. Хотя он не фаундер PayPal, абсолютно не фаундер PayPal, PayPal. Поэтому… – Ну его там купили, вообще его какую-то компанию, у него была какая-то технология. – Очень много, очень много денег, очень много денег люди давали, потому что у него были хорошие идеи. Тесла же финансировалась как-то? Вот до сегодняшнего дня сейчас вышли это Тесла 3, там все нормально уже, и прибыль очень высокая, маржа очень высокая, там уже первый раз за квартал компания показала прибыль. Я делал, кстати, на Фейсбуке видео по этому поводу. То есть вот этот рост, я сразу сказал, что он будет, потому что компания вышла из разряда Cosmos и стал разряд фундаментальной компании, которая зарабатывает деньги. То есть это уже две разные игры. Играть в высшей лиге, играть в четвертый дубль. – Немножко к трейдингу. Вопрос. Герчик пользуется фигурами Клин и Треугольник? Нет. Я не приемлю фигуры технического анализа вообще, потому что никто не может их объяснить. Использую ли я Клин в виде технической модели, да? То есть называю ли я там вот это клином? Нет. Я называю это сужением. А использую ли я флаг? Нет. Использую ли я треугольник? Нет. Я его называю поджатим. Почему? Я использую модели, которые я могу объяснить. То есть откуда берется энергия и все остальное. Это то, что задает молодой человек, он нас невнимательно слушал, это то, что относится к паттернам. То есть определенная картиночка на графике. Без понимания рынка. Без понимания рынка. Ничего, ни клины, ни флаги, ничего не дает. Если ты не понимаешь рынок. Поджатие, я объясняю, что такое поджатие и почему оно работает. Я могу объяснить поджатие и почему там поджатие, например, работает. Еще вопрос. Сколько времени? Уже 2.44? Минут. Еще буквально 5 минут и мы заканчиваем уже. Не-не, я нормально. Я просто смотрю, быстро время пролетело. Потому что эфир у нас такой мясистый получается. Все прям четко идет. Вопрос. На воздушном шарике. Это точно. Александр, милый человек, есть мудрое напутствие, но ваше дальнейшее действие по поводу крипты или вообще только скам? Тут, наверное, надо так задать. Я не называю это скам. Это бум. Если это пропускается и люди зарабатывают на деньги, нельзя называть это скам. Это Макс неправильно прочитал. Про семинары там было вообще-то. Скам. Это он уже, у него там написано или только семинары. Ой, да, извините. У меня просто зрение. У Макса скам свой, да. У меня свой скам. Нет. Сразу нет. Давай, если так возник вопрос. Считаю ли я, что крипта это скам? Нет. Если она действительно будет как-то подтверждена, то это все нормально. Я не считаю это скам. Считаю ли я большинство ICO скамом? Притом, заметьте, я еще два года назад сказал, когда начали выходить ICO, я сразу сказал, это развод денег. Это развод людей на деньги. 80, сори, 94 процента ICO в этом году скам. 94. 5 на 100 более-менее окей. Да. Но считаю ли я там криптовалюту скам? Нет. Электронные деньги, да. Так, читай вопрос. Ну, вопрос этот. Вообще, напутствие дальнейшее. Что вообще будет с криптой? Вот это, наверное, самый важный вопрос. Я ж гуру трейдинга, а не гуру предсказаний. Кстати, эфир получился очень мощный. Поэтому лайки поставьте. Да, я тут. Давайте быстро сейчас просто покажу вот несколько графиков. То, что прислали супер крутые, блядь, профессионалы из Америки. Вот я про это и хотел. Я про это и хотел. Вот это картинка. Ну, что, когда… Вот я три монетки приготовил. Конкретно могу показать, чтобы никаких вопросов не было. Вот было письмо. Small Cap Cryptocurrency Fund, да. Вот они пишут. Sources Funds называется. Вот они, как бы я их консультирую. Они написали, что чуть-чуть поднялся объем, но у нас стоит на месте, мы уже там не знаем, что делать, блядь, куда бежать. Вот еще раз объясняю. Здесь ни одного сигнала пока для покупки еще нет. Его нету. Я им конкретно ответил, что это очень рано пытаться заходить в эти инструменты. Я понимаю, что все смотрят, ну вот он уже здесь был. Он вот там упал десять раз, его, наверное, нужно покупать. Не то, не то дешевое, что блестит. Вот следующая монета. Это то, что конкретно прислали. Game Credits. Что здесь говорить? Вообще, ну был спайк объема, ничего нет. Вполне возможно, что это кто-то просто перелил, да. Кого-то засадили для того, чтобы кто-то вышел. Другого варианта нет. Потому что обычно в неликвиде, когда заходит большой объем, он начинает двигаться. Другого варианта нет. Вот монетки запомнили, да. И вот третья монетка. А это Game Credits там по отношению к биткоину. Все же ждут, вот что это было. Блять, это может никогда в жизни не повторится. Все. Поэтому, как я уже сказал, вы слышали мой разговор с моим трейдером. Мы выбираем монетки. Когда монетка рисует хорошую базу, либо там был ложный пробой, либо какая-то картинка, какая-то картинка, которая показывает, что кто-то появился, вот тогда только можно брать и то там с коротким стопом. Александр, спасибо огромное. В любом случае, что вы к нам пришли и уделились только времени. Что значит в любом случае? Полтора часа это мало? Нет. Это такое у меня выражение. Очень вообще круто. И я надеюсь, что вы придете к нам еще. В гости обязательно. Нет, вы абсолютно адекватные. Если вы посмотрите в интернете, я крайне редко вообще что-то по крипте даю. Я могу общаться с людьми, которые адекватные. Я вас знаю уже не первый день. Я у вас уже был, я знаю вашу публику. А так я мог бы 30 интервью в день давать и в какой-то момент стать криптогуру. Это не моя цель. Это не моя цель. То есть только тех людей, которых я знаю, которых я понимаю и все. И вот мультик мне очень нравится. По мультику это… Да, в мультике будет, да. Отдельный адаптированный персонаж. Поэтому смотрите. Криптогерчика. Голосом, да. Голосом. Криптогерчика. Это очень круто. Спасибо всем большое, что пришли. И Александру отдельное огромное спасибо. Да. Самое главное, да, маленький, маленький, извини, перебью тебя. Маленький быстрый совет. Относитесь вот к любой там криптомонетке, там к альткоину. Вообще все, что касается крипты, относитесь к этому, как просто купил, продал, заработал. Все. Никаким влюбляться. Так, типа там вот эти цели биткоин 50 тысяч, а он, блядь, может и миллиард будет стоить. Вопрос один, хватит ли у вас сил, здоровья и времени и денег, вот это высидеть до этого миллиарда. Когда-нибудь. Когда-нибудь что-то где-то будет. Это правда. Александр Бройко написал в конце. Герчик, дай денег на мультик. Ну, нам озвучки хватит. Мы используем имя Александра. Это будет как… Да, мы получим немножко… Александр Герчик, что-то с интернетом. Может, что-то нажал и пропала картинка и звук. Ну, в любом случае, было круто. Да, было очень мощно. Спасибо огромное, что вы пришли. Спасибо за ваши вопросы. Поэтому, в общем, ждем вас. В понедельник в 20.30 по московскому времени на эфире. Хороших выходных. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok